Александр Александрович, Анатолий Алексеевич Белоглазов говорил, что вы бы при своем таланте и в вольной борьбе стали бы олимпийским чемпионом. Скажите, вы участвовали когда-то в турнире по вольной? И какие у вас вообще были предосположенности к этому стилю борьбы? Анатолий Алексеевич Белоглазов человек всегда очень щадящий, относящийся к своим младшим товарищам. Я именно в эту категорию хожу в его случае. Я не настолько вероломен, у меня голова на спорте кружится, чтобы представить, что я и вольное что-то мог бы показать. Я тренировался, вместе отрабатывали особенно то, что нужно было в партере с представителями вольной борьбы, с ребятами очень маститыми, олимпийскими победителями. Но похвастаться хоть какими-то формализованными успехами в этом замечательном виде жизни в вольной борьбе не могу. Можешь ничего? Да, давай. Александр Александрович, как мы ММА-канал, я вас хотел спросить, вы случайно в том году не смотрели или не дал боя по ММА? Нет, не смотрел. А вот самый успешный российский спортсмен в ММА Ислам Бахачев, вы знаете его? Какой вид спорта он представляет? Ну, он чемпион мира по боевому самбу. Самбист. То есть российский самбист. Ну что, продолжение утверждения, которое заложили Федор Мильяненко и Хабиб, что русские самбисты, неважно какую из региональной школы они представляют, победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований. Вы знаете, я недавно общался с Марком Максоном, это человек, который проиграл Роману Власову в финале Китер-Грио, и вы его кумир. Он сказал, что вы единственный, кто смог бы взять Михайна Лопеса и запустить как холодильник. А куда запустить? Как холодильник запустить. Я думаю, что это в трассагентствах, холодильнике, шкафы, диваны, это точно не ко мне. Ну что, есть еще вопросы, нет? Все, спасибо большое за поддержку турнира отдельно, каждому. Спасибо. Спасибо.